56 тысяч рублей за отдых с сыном на одну из баз горного алтая потратила моя знакомая всего за три дня пребывания при этом не посещая дорогих ресторанов и не отдыхая в номере люкс готовить к этому интервью я проанализировала что скажем примерно в эту же сумму ей бы обошелся недельный отдых в турции где включено все из чего складывается цена и где этим летом предпочитают отдыхать жители края говорим с представителем региональной ассоциации туризма наталья гордеевой здравствуйте добрый день ну и первый вопрос понятно что есть предложение на разный карман но откуда далеко на наших алтайских курортах цена в 10 тысяч рублей за номер из чего вообще она складывается и вправе ли отеле сами назначать сцену мы с вами живем в рыночных отношениях и поэтому в любом случае любая стоимость закладываем за номер в сутки относится к прерогативе самого отеля или самой самого туркомплекса где размещаются туристы естественно они есть разного уровня и ваша знакомая отдыхала видимо на одном из туркомплексов которые позиционируют себя как вип отдых соответственно для того чтобы отсечь определенную аудиторию они естественно выставляют достаточно дорогую стоимость дорогую стоимость жилья вот мы зачастую переплачиваем либо за какой-то пафос либо за возможность более уединенного варианта отдыха конечно можно настроить небольших домиков на небольшом участке земли и реализовывать их по стоимости по 500 там по 700 рублей в сутки но это соответственно совершенно другой вариант отдыха можно ли прианализировать как-то потоки сколько туристов едет к нам на алтай это больше или меньше чем в прошлом году цыплят по осени считают еще август месяц погода прекрасная в этом году слава богу нас не затронули никакие природные катаклизмы поэтому думаю что что август что сентябрь даст еще хороший приток количество тому количеству которое есть на сегодняшний момент поэтому поговорим об итогах нашего сезона наверное в конце сентября но про межуточных итогах мы можем все-таки говорить вот на данный момент если говорить по уровню загрузки наиболее популярных туркомплексов то думаю в этом году будет определенный прирост как за счет жителей края которые выезжают на выходные дни так и за счет наших гостей приезжающих на более длительный период где жители края в этом году предпочитают отдыхать и где выгоднее всего отдыхать на самом деле очень большая работа проводится по популяризации места алтайского края для жителей алтайского края очень много туристов по-прежнему едут на яровое очень много людей узнает о событийных мероприятиях и выезжает на событийные мероприятия в разные районы края это и на он и на кулундинские озера это и алтайский район и очень как всегда большое количество туристов предпочитают выходные провести в горном если говорить про зарубежное направление то как всегда на первом месте для жителей края это турецкое направление у нас стоят две цепочки рейсов в анталию и соответственно сейчас август месяц это пик фактически пик сезона то есть мы достигли этой точки и действительно рейсы закрываются достаточно заблаговременно и любителям морского морского побережья тот кто хотел бы вскочить в последних вагон уходящего лета нужно уже сейчас озаботиться приобретением путевки и не ждать не ждать горящих потому что все таки август это максимальный спрос в новосибирске даже поставили несколько дополнительных рейсов потому что в принципе спрос настолько велик что вот не хватало совсем рейсов но турция-то классика какие направления новые в этом году у нас этот год к сожалению либо к счастью показал достаточно стабильный такой период развития и каких-то новых направлений мы не увидели в этом году по-прежнему из барнаула в летний период летает таиланд и турция рейсы в таиланд и турцию если говорить про новосибирск кто из таких пляжных направлений дополнительно сюда присоединяются тайские курорты это пукет паттайи соответственно близо расположены острова и курорты это тунис причем на турецком направлении дополнительно добавляется доломан гейское побережье и из европейских направлений у нас в этом году представлена греция вот основной основной поток и дополнительно если это экскурсионные варианты экскурсионные туры конечно это рейсы в прагу если говорить о субсидированных рейсах в крым насколько они потребность закрывает сколько их нужно и почему сейчас не хватает если мы говорим про субсидированную перевозку нужно всегда понимать что субсидированная перевозка возможно только для определенных категорий граждан то есть это пенсионеры это дети соответственно и социально ну скажем так незащищенные слои населения конечно же на всем такого плана билетов конечно не хватает потому что закладывается определенное количество рейс на мест на каждом рейсе и соответственно кто успел тот их и забрал как всегда говорить о каком-то конкретном я не могу дать точные данные сколько мест на рейсе да выдается под субсидированную перевозку но как показывает практика этих мест всем желающим не хватает открываются обычно продажи в марте месяце как раз на субсидированную перевозку и вот буквально за неделю эти места практически все выбираются кто относится к этим категориям граждан о своем отдыхе летнем необходимо позаботиться как можно раньше тогда можно успеть взять как вообще выбирать туры людям которые планируют отпуск выгоднее всего выбрать стоимость место дайте совет есть несколько вариантов первый вариант для людей которые привыкли детально прорабатывать свой отдых конечно лучше заботиться организации своей поездки заблаговременно по акциям раннего бронирования многие отели выставляют очень хорошие скидки до 30-40 процентов именно вот на проживание в отелях и поэтому при приобретении туров там за полгода за пять месяцев за шесть месяцев вернее за чуть ну за за три и более месяца можно очень хорошо сэкономить на гостинице конечно есть возможность сэкономить приобретя путевку в последний момент но здесь нужно иметь ввиду что никто не может гарантировать наличие мест на нужные даты поэтому лучше все таки вот ну на мой взгляд для себя я всегда выбираю вариант раннего бронирования когда действительно можешь выбрать то что ты хочешь а не то что осталось и конечно же ответственно нужно подходить к выбору компаний с которой вы едете потому что как показывает к сожалению практика последних лет зачастую ну кто-то хочет скажем очень быстро заработать денег не вложив ну какие-то дополнительные затраты я говорю как раз о фирмах однодневках как не стать жертвой мошенника в первую очередь мы прекрасно понимаем что из что из барнаула что из новосибирска пожалуй из москвы летает определенный пол тур операторов если мы говорим про массовых направлений то есть барнауле это представлены компания anix tour компания пегас туристик coral travel санmar с вылетом из новосибирска это также крупные операторы это библиоглобус это олеан это глобус тур и тестур вот такие основные операторы которые представлены в сибирском регионе все сайты находятся в свободном доступе и нужно понимать при приобретении путевки что в случае если компания предлагает большую скидку то есть мы говорим сейчас даже десять процентов это считается очень большая скидка потому что средний размер вознаграждения любого агентства в настоящий момент не превышает семи восьми процентов и соответственно предложение скидки десять и более процентов это уже говорит даже пожалуй пять и более процентов это уже говорит о том что компания срочно вот компании срочно нужны деньги вот здесь и сейчас и в этой ситуации очень важно не остаться как раз последним человеком в построении пирамиды чтобы деньги были возвращены в случае если отпуск не состоялся в полном объеме конечно лучше всего чтобы отпуск действительно состоялся один из последних случаев это вот бийский случай который сейчас разбирается и сейчас много туристов достаточно много туристов это не один десяток человек пострадали и к счастью вот это в этом году в этот летний период это единственный случай вот такого такого неправильного некорректного ведения бизнеса а как же можно обезопасить себя на отдыхе один из таким важных моментов является оформление страхового полиса есть туристы которые едут и приобрет приобретая готовый турпродукт и есть туристы которые организуют самостоятельно свой отдых в готовом продукте уже заложена страховка да она есть минимальный пакет но тем не менее он уже есть при организации самостоятельного отдыха нельзя забывать про страхование почему потому что помощь медицинская помощь за рубежом очень дорога и буквально за одно обращение к врачу при повышении давления можно заплатить и 100 и 200 долларов либо евро так как люди путешествуют разного разного возраста путешествуют с детьми соответственно все все ходим под богом и в обязательном порядке страховой полис при выезде за границу должен быть спасибо большое наталья что пришли сегодня к нам поговорили я напомню об отдыхе летнем и ценах на наши дорогие гостиницы мы говорили с представителем региональной ассоциации туризма наталья гордеевой несколько секунд а а Продолжение следует...